Первые шаги к раздельному сбору мусора. В городе появилось сразу несколько мест, где можно сдать опасные отходы батарейки, пластик, ртутные лампы или градусники. Одно из них – Госуниверситет. А в некоторых ТСЖ теперь отдельно собирают макулатуру. Жителям должно быть выгодно, почитали эксперты. Первым, кто установил у себя контейнер для сбора опасных отходов, стал гипермаркет. В Глобусе принимают батарейки, ртутные термометры и лампы. А в информационном центре по атомной энергии всегда много детей, поэтому там решили собирать только отжившие свой век аккумуляторы. Это безопаснее. Здесь ребятам рассказывают о том, что обычная батарейка из пульта может отравить 10 квадратных метров почвы. Нам надо, жителям города Владимира, Владимирской области, привыкнуть к тому, что мусор надо разделять. Есть пищевые отходы, есть технические отходы, есть лампочки, батарейки. Их нельзя просто взять и в мусорку кинуть. Понятно, что это колоссальный вред и не надо еще больше загрязнять нашу землю. Все батарейки у нас путешествуют через полуроссию, в Челябинск, и там перерабатываются. Никуда не выкидываются, не закапываются, а именно перерабатываются в сырье, которое заново идет в изготовлении батареек. Естественно, там какой-то процент уйдет на полигоны, но это уже не опасно, это обезвреженный отход будет. Он легко, его природа сама переработает до простых веществ. Идея раздельного сбора мусора уже давно витает в воздухе, но как-то на нашей земле не приживается. Люди не копят стеклянные бутылки или макулатуру. А куда потом это сдавать? Везти за 3-9 земель? Вот если бы в доме стояли специальные контейнеры, но их нет. Месяц назад ТСЖ на Северной в каждом подъезде установили такие ящики для сбора макулатуры. В основном туда попадает бумажный спам. Председатель товарищества говорит, идею соседи приняли на ура. Оказалось, разделить сбор мусора это еще и выгодно в денежном выражении. Обычный контейнер на треть заполняется пустотой. Ведь туда кидают пластиковые бутылки, коробки и прочее. Оплатим мы не за вес отходов, а за их объем. Получается за воздух. Вывоз макулатуры из этих ящиков для людей не стоит ни копейки. Налицо обоюдная выгода. Жители экономят на ТБО, а компании-утилизаторы получают сырье. Я в среднем так немножко прикинул, сколько там будет собираться эта макулатура с нашего города, с наших 6 миллионов 500 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно где-то 30 тонн в месяц. Это приличная сумма. Если это дело, например, поставить даже на коммерческую основу, ну пусть будет безвозмездно, да, например, то это будет совершенно выгодно для каких-то производителей. Ну, пусть это будет какой-то искусственный ворберой, там еще что-то, еще что-то так далее. То есть целлюлоза, она не валяется. Целлюлоза стоит дорого. Китай сейчас делает целлюлозы изо льна, а у нас вот она валяется буквально вот куда ни врозь. Содержимое контейнеров забирают раз в неделю. Соседние дома тоже заинтересовались идеей сбора макулатуры. Пока в городе только три товарищества установили у себя такие накопители.